Нужна какая-то энергия, энергию мы от Бога черпаем, и нужны вот эти отношения с Богом, нужна духовная жизнь, следование определенным заповедям, какие-то инструменты духовные нужны, чтобы уметь это, потому что на человеческих силах только это нереально, то есть там нужна постоянно подпитка духовными энергиями, то есть кто-то через чтение Библии, через службы, собрания, через песнопения, вот Наташа любит, я знаю, через молитвы, ну короче есть куча духовных инструментов, причастия. Это молитва, Библия. И они по-хорошему даже в целокупности работают, лучше их разное использовать, и тогда оно сильнее, и когда ты находишься в каком-то духовном пути, и используешь этот инструмент, у тебя появляется вот эта духовная сила, и тебе естественно любить, то есть вот есть такой термин, естественное состояние, то есть когда я нахожусь в естественном состоянии, ну или любой человек, вот эта любовь, она просто свободно изливается из меня, то есть мне не нужно какие-то усилия, Это нервы, они из себя проходят, у меня уже сложно это не делать, да, вот так, да. Получается ты у Бога взял, и от тебя, вот эту любовь к Богу отдаешь другому человеку. То есть задача быть чистым проводником, быть на своей судьбе. А тебе думают, что ты такая любящая сама по себе. А то, что тебе иногда у тебя энергия перекрывается, и тебе окончается. То, что тебе сложно, трудно, какая-то боль, можно Богу отдавать, там, с Ним это как-то обсуждать, там, советоваться. Классно. Вообще, кстати, хорошее время сегодня, спасибо.